всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно воде и enter и сегодня не сегодня очень добро пожаловать на запись не запись на обзор варка по номером 176 как называется left of 21 по 28 карта интересная и интервью за рулем спойлер ну все результаты знают уже кто сначала показывает давай в общем то если взглядом не играющего сразу дизайн такой приятный так скажем неплох неплохой дизайн всякие тут даже она двигается кровь кровь да да я смотрю что-то себе не то но здесь тоже шейдер аниме кто-то кто-то плазму забыл ну в общем-то падик пады 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 все в принципе пока логично пады пады и тут дают нам rocket и шутган шутган дают один патрон и rocket 1 патрон идти кроме как наверх нам некуда значит идем наверх это у нас кнопочки ничего просто так элементы дизайна и и и и и падаем вниз так ну в общем то такая все логично никаких развилок нету в принципе все достаточно простенько выглядит ну любой тут прострейхит если даже я перебитаю иногда перепрыгнули тут у нас лежит есть тут у нас лежит ничего берем есть наверно патроны до патрона для шутгана и того у нас три получается то есть можно с места наверно попробовать стреляем в кнопку и значит у нас подкидывает определенное количество только в воздухе на вертикальной скорости добавляет добавляет вертикальной скорости на определенное количество лутсов и пролетая как я понял через этим врата которые прям нарочно выделены ни с чем не перепутать эти врата нам дают по одному патрону шутгана благодаря этим вратам у нас есть постоянная возможность стрелять по мишеням значит пока нас мишени ведут ах еле-еле пока нас мишени ведут прямо будем идти прямо далее что мы видим плазму дают нам ред мегу понятно что подъемный вверх а внизу внизу ничего там телепорт внизу джамп там ничего нет поднимаемся наверх и пады-пады-пады и дальше очень интересная текстура как и еще я вижу косяк не вижу косяк через зум я вижу очень там текстура не врезана это у нас слик слик с интересной тройной так скажем рампой ну давайте попробуем так и сразу же напрашивается вопрос можно ли перелететь туда можно ли вообще на эти вот штучки залетать и поможет ли это нам можно да как можно но поможет ли это нам пока не понятно но как бы так забегая немножко вперед все равно надо использовать слик потому что слик с помощью двух сликов и там даже трех там дальше 3 вы наберете много больше скорости чем просто как ну сколько тут ты наберешь ну тысячу максимум с этой рампы даже если вот так вот как-то резать это будет все равно медленнее потому что там можно развить до полутора тысяч даже больше значит прыгаем на второй слик сликаем сюда да здесь третий слик третий слик и спойлеры да там вроде ничего нет интересного видим прикольный маяк который не пробивается в котором вообще кофигу стоит и стоит себе но он кто не добирался я просто скажу по нему прыгать нельзя да это я видел как enter до туда еле как добирался но это это вроде как модель и прозрачным надо было заводить где лампа кстати ну ладно тогда просто живут там сейчас рампа который по которой нельзя прыгать рампа по которой нельзя прыгать и дальше у нас предположительно пока стрейт интересный стрейт забрать наверх тут окошечко с неполным джампом 30 чем-то там 31 стрейт стрейт и очень много вариантов прохождения собственно если мы пойдем сюда то ничего хорошего получается мы не найдем окей идем если налево тут у нас тупик тут у нас прикольные модельки мусорка это? интересно я там мусорку достал машинка по которой можно прыгать продолжаем опа а там у нас там тут у нас лава я не умру ты нет вроде не должен да я прыгать не буду упади 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 а о это у нас телепортировало как раз в это окно в котором лежали я вот как раз когда дабл джангл увидел лежал ли рокет и мега ну патроны от ракета вот но самого этого рокета нету надо значит найти еще рокет потому что там у нас яма ее никак не перелегли окей значит идем у нас был еще там вариант какие попробуем значит там и прыгать идем идем ля 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 а вот и рокет и до него можно разобраться здесь если без головоломок значит теперь нам надо вернуться обратно можно ли через верх сразу вопрос задавайте себе вопросы тестите все не но как бы изначально когда я проходил я проходил как обычно вокруг как получил рокет так обратно дорожкой вот а потом обнаружилась такая штука что оказывается можно можно через верх с этим рокетом про драться да ну и собственно да а здесь наверху еще один рокет да и про этот рокет потом нам энтер еще покажет я спойлерить не буду ну свой путь покажешь когда будем граду и шпагейда и дымки ну собственно получили мы рокет там у нас да сейчас я дам себе все да ладно да ладно ну чтоб быстренько так у нас значит там было два рокета и не было хп если сомневаюсь что хп не хватит и вообще непонятно что там возьмем ну берем здесь мигу берем еще патрончиков и залетаем туда где дают нам не 200 да там сколько там дают дофига бфаги да по-моему 4 бфаги дают дофига бфаги но 4 это достаточно ну и в общем то надо нам туда собственно у вас остается получается пару рокетов и здесь ну для залета сюда так скажем и после пролета вы получаете бфг и понятно с бфгой значит надо задаться наверх да и тут финиш тут да я не пересек просто линию старта поэтому мне он ничего не говорит здесь небольшие косячки но это так да ничего страшного поторопился и он просто маппер да такая карта в принципе да очень интересно со своими изюминками со своим кратчайшим путем о котором расскажет нам энтер поподробнее хорошо так что я хочу про нее рассказать про эту карту в самом начале когда искали дорожки здесь заметны вот такие вот как это называют лампочки по которым вроде как можно прыгать и если прыгать по этим лампочкам с этой стороны по ним тоже можно прыгать и это сокращает путь на один прыжок то есть если здесь я прыгаю от трипада две лампочки то есть здесь у нас трипада и еще трипада то есть здесь на прыжок меньше получается если прыгать вот ну и плюс подбор здесь лучше здесь мы берем сначала этот как называется дрововик да сначала дрововик потом рокет а с другой стороны мы сначала рокет потом дрововик и надо опять на рокет переключаться да ну это заметка в общем то особо для тех кто с автосвитчем играет ну в основном все по моему да вот мы подобрали это все потом делаем rg туда стрейфом ну ладно стрейфом в общем это все пропрыгиваем сейчас еще раз попробую туда забежать сейфос надо чаще делать чтобы показывать дорожки вот допустим у нас здесь один рокет и дробовик здесь делаем два прыжка здесь кстати несколько дорожек то есть здесь вариант этот рокет использовать либо вот как я сейчас сделал сразу делаем рокет потом два прыжка и через яму либо здесь где-нибудь на первом на втором или на третьем паде по идее чем раньше ты используешь рокет тем быстрее меньше потратишь времени на прохождение ну и поэтому я в самом начале использовал но при этом с жампом да как бы если просто с места используешь рокет получается у нас скорость очень да скорость очень маленькая если спрашиваешь после прыжка да с 500 упсов начинаешь то сразу вот ну и отлично сразу видно по скорости ну по крайней мере мне так проще было вот дальше дальше на этой скорости нужно как можно быстрее лететь но и стрейфиться через эти ворота то есть нужно в полете переключаться на дробовик то есть я забинил кнопку на переключение на дробовик потому что мне удобно его тыкать и старался по такой дуге даже не прыгая сюда потому что если прыгаешь сюда то и на такой большой скорости очень неудобно потом по прыжкам получается сейчас я даже попробую показать то есть если я чёрт слишком надо а уэнтера слишком сильный рокет-джамп для этой карты ну вот он сделал прыжок два три четыре и в общем я головой бьюсь об потолок и там скорость очень сильно падает из-за того что потолок кривой и потом мне очень неудобно прыгать по до той плазмы да в общем то ну как вариант еще можно стрелять с задержкой допустим то есть дать себе опуститься чуть ниже но это очень неудобно поэтому самый идеальный вариант это вот то что сейчас интерпретация то есть я старался как можно ниже ой нет на втором пазе надо как можно ниже выстрелить дробовиком но так чтобы пролететь в эти ворота то есть как то вот так вот и вот так вот пролеталось все стрейфом вот здесь тоже по моему чем ниже выстрелишь в эту вот сюда в эту кнопку тем лучше ну что сразу да 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 после подбора по идее если вот так вот летишь вот как то вот так вот то сразу приземляешься к стенке и чем раньше начнешь плазмить тем лучше то есть быстро 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 заполнишь на верх здесь к сожалению вот 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 здесь вот отбирают у нас есть на полу лежит триггер который отбирается поэтому здесь буст не получится сделать а можно можно пустить ну только если подлететь и прямо в краешек сделать но все равно это аккуратненько но все равно это не так чтобы много дает потому что здесь ну пад не перелететь никак прыжками прыжком да да то есть либо ты тормозить будешь либо ты просто упадешь мимо пада перелететь да и последним прыжком кстати получится но приземлишься ты куда-то на середину этого слика и у тебя будет очень мало места для того чтобы скорость нормальную набрать то есть по идее с прыжком ну как бы ну быстрее что ли получалось чем с ростом ну можно сделать гб допустим и начать вилять но не факт что это будет быстрее чем реально сделать просто останется сделать хорошую церковь да в общем то да здесь у нас два варианта как по прохождению то есть был вариант один стрейфится подпрыгнуть перелететь туда и лететь дальше сейчас я сейф пост делаю чтобы не падать и в общем наискосок все это пролетать говорили что что бот как я же не помню как его звать вис что ли да да так и делал кстати а сколько у него тут тайм кстати не помнишь нет понятия не имею но он вроде как очень очень быстро здесь все проходил ну по крайней мере перелетал все это вот туда но у меня здесь скорость очень мало поэтому я использовал не использовал вообще эту рампу просто поспрыгивал отсюда вот залетал на второй слик а со второго слика уже наверх подлетал то есть как-то вот так вот и вот отсюда без прыжка подлетал наверх здесь у меня скорость где-то 1400 1500 иногда бывало больше и очень рандом на самом деле потому что после полета нужно приземляться вот куда-то в этот район чтобы не зацепить не зацепив эту стенку дальше приземлиться вот прям прямо перед этим перед этой как ее рампы да это все нужно для того чтобы соскимить вот это все угол вот этот вот то есть если очень много скорости и приземляешься ну как прямо здесь то не ударяешься головой получается так что можно даже сохранить скорость и не останавливать здесь и не делать циркул сейчас я даже попробую так сделать надеюсь получится ну да рампа на самом деле немножко рандомная но вот которая на слике и к ней надо очень долго привыкать я помню пытался как-то с Энди мы заходили да я полчаса просто этот слик не мог пройти потому что привыкнуть не могу эх надо сейфпост как-нибудь сделать в полете чтобы не мучиться но у меня вон кнопка очень далеко находится началась отлично эх почти в общем скорость надо побольше наверное да да чуть-чуть там в общем таким образом при приземлении вот сюда получается что проскакивается этот уголок вот этот вот и скорость где-то 600 остается то есть приземляешься куда-то сюда ну и дальше стрейфом вот здесь у нас сейчас я здесь сделаю сейфпост отсюда у нас несколько вариантов то есть выку 3 например можно вот прямо залетел и сразу прыгать и то есть прыгать биться головой и от пола и дальше продолжать прыгать есть вариант прыгать вот с этого краешка и и после после ну и вообще с какой-нибудь краешкой сразу после прыжка нажимать присед то есть когда если подпрыгнуть и присесть то он пригибает голову игрок и можно нормальный прыжок делать то есть дальше улетает получается полный по высоте и можно даже да и если прыгнуть отсюда то можно даже дабл джамп сделать я вначале тестировал то есть дорожку типа вот так вот на вот этот уголок потом вот на вот этот уголок по-моему и нормально куда-то там дальше прыгал вот на тот уголок но в результате понял что это как-то не очень выгодно что ли и не не то чтобы хоть что-то экономит сложно неудобно и проще реально по вот эти просто абстанцинарными прыжками прыгать вот дальше у нас я сейчас заблажам сделал который не нужен идет стрейф здесь мы приземляемся вот на эту на эту скамейку и не жмем прыжок на этой рампе странно что она так сделана и подлетаем почти до потолка можно прыгнуть приземлиться на рокет на тот то есть например в боку 3 как я там делал 1 2 3 4 5 и вот таким вот образом долетал сюда подбор рокета прыжки назад и вот с этого рокета дальше либо с либо вот с этого уголка то есть там получается три прыжка то есть раз два и вот чтобы него делать рокет либо приземлиться вот на этот вот на белую машину и вот отсюда же сделать но это его кудри дорожка показываю потому что все пьем обнаружилось то что вот есть вот такая вот машина на которой есть стекло в виде рампы да и если стрейфится то можно на нем сделать дабл джамп и долететь сразу до верхнего рокета который наверху вот таким вот образом вот они cpm 4 вот они где забыты да и не надо ничего там подбирать мочится в округе вообще то есть это экономит уйму времени просто да кто это нашел у него явно ну очень быстрый таймб вот и что рассказать ну в общем боку 3 подбирается рокет два прыжка либо как я говорил вот отсюда делается рж но как даже если мы делаем с краешка нам по любому нужно приземляться вот куда-то сюда в общем сюда потом уже на рокет а если мы делаем отсюда прыжок то сразу на рокет то есть как бы по прыжкам одинаково но здесь проще отсюда на самом деле рж делать вот таким вот образом вот ну и cpm в принципе то же самое мы делаем дабл джамп делаем такой зигзаг чтобы как можно меньше подлететь и скорость побольше была прыгаем подбираем этот рокет летим дальше здесь делаем черт я не там восстановился проще долететь здесь здесь у нас тоже два варианта либо мы прыгаем на этот рокет куда-то сюда либо потом на этот краешек и дальше стрейфимся по вот этому уголку по тому уголку и дальше либо мы с этого рокета здесь делаем дабл джамп вот с этой границы но как я понял дабл джамп он так у меня все повисло все отвисло дабл джамп он чуть-чуть чуть-чуть на там сто может быть бы быстрее но это все равно ощутимо если ты играешь на рекорд как бы все равно лучше конечно выжимать максимум тем более что ты знаешь как его выжить вот ну в общем здесь делается дабл джамп прыгается туда на уголок и так как у нас есть уже один рокет мы этот рокет и у нас здесь остается кстати около сорока пяти хп то есть это не не сто не пятьдесят а сорок пять и рокетам приходилось стрелять вот как-то вот так вот уголком то есть если я сделаю полноценный наискосок рж то я умру и приходилось после прыжка через какое-то время и наискосок чтобы поменьше хп потратилось делать рж оставалось очень мало хп но перелетал через эту вот в это окошко а здесь нам дают кучу брони и хп то есть как бы этого хватало спокойно для того чтобы добраться до финиша вот и в вк3 в принципе то же самое здесь я сейчас наверное про вк3 все рассказывал cpm честно не помню сколько тут по хп ну в дымках все равно да в дымках увидим там по моему побольше хп там хватает нормально вот ну вк3 cpm здесь можно было не бегать туда не подбирать тот рокетс хп то есть по идее хватало притыкну хватало чтобы допрыгнуть вот сюда здесь нам давали 4 бафаги или 3 или 4 или 4 вот и основ самая большая проблема финиша в том что он не в стене не вот здесь вот а на полу то есть получается что чтобы финишировать нужно как можно ниже подлетать либо после полета сразу биться вот сюда и как-то резко падать либо ну в идеале сейчас в идеале нужно после этих 4 бафагин просто сделать заступ на вот этот уголок и пройти два шага и упасть туда ну это очень сложно но если кто-то так сделает он сэкономит прям полсеки точно ну то есть этот ник сделал такой очень неудобный проход сейчас я попробую финишировать да например то есть у нас здесь есть куча скорости я здесь сделал рж и влетал вот сюда как-то ну слушай либо вариант и ты тремя вот бафагами ты подлетаешь да тремя патронами и потом ты последний используешь вот в этом окошке а потолок то есть ну вот я понял тебя я понял тебя я попробую сейчас сомневаюсь что у меня нормально получится так по хп я не посмотрел но к сожалению я так даже не подумал об этом фиг знает как я сам тоже сейчас вот здесь кстати в cpm вариант один стрелять в пол вариант два стрелять в стенку если стреляем в пол то мы подлетаем очень высоко в общем нам нужно на большой скорости очень резко подлететь вверх для этого мы сильнее стреляем выше подлетаем и все хуже вариант два завернуть посильнее стрельнуть в стенку в эту или скинуть получается вот этот угол скинуть ну ну он по-любому скинуться как бы нужно его по-любому скинуть мне кажется что со стеной будет побыстрее с этой стеной да потому что ниже надо лететь можно сделать уже вот наискосок будет больше скорости и как бы ниже подлетаешь быстрее проходишь сейчас я еще раз попробую можно даже наверное посильнее выстрелить и не дожидаться приземления с бифугой а сразу начать стрелять что-нибудь такое наверное а а в общем сейчас я попробую кто еще а черт ну то сложно сымитировать такой момент не получилось сейчас игра спейсингов на карте а да е-мое перелетел сейчас я попробую как-нибудь в общем вот сюда потом вот так делает стрж и здесь нет там по-моему 3 дается сейчас я сколько точно сейчас скажу дается то есть я падаю падаю сюда черт я не взял rocket launcher но клипом но клипом но клипом здесь дают 3 3 я говорю то есть 3 бифуги и туда залетается вот ну как бы вот такое прохождение могу попробовать один раз быстро пройти чтобы все это вместе с показать но в любом случае мы будем демки смотреть ну попробуй да пару раз так сказать alive два три четыре и здесь пониже пять мало скорости надо сразу было приземлиться на хв дальше несколько прыжков высоковато на не получилось здесь можно можно просто сойти нужно приседать иногда чтобы головой не удариться долететь не долетел блин а там дырочка есть вроде да есть дырочка вот вот дальше так это пол и вот крайне конечно неудобно да здесь мало того что нужно попасть в это окно так нужно еще и быстро приземлиться было бы хотя бы 4 можно было бы тогда да в окно попробовать потом стрельнуть я бы так и делал но блин их три всего с двух туда не так то в общем не очень просто дополнять ну чё давай тогда смотреть да давай перейдем к дымкам так дымки нас они варкапе да варкап сто семьдесят шесть вот три да начнем с руку три да участвовали у нас очень авторитетные люди даже сам игл а кто не знает игл это по-моему очень очень старики игрок его интернет должен помнить да вот ну что начнем значит сначала с дима нора два двадцать пять божествует да ну посмотрим play где он там две минуты потратил я не представляю ну как всегда наверное отправил тест какой-то он почему-то так поддерживает или ну когда им не хочется особо играть пол стрелял странно могу раз лук утрезе кстати не так-то просто было стрейфом пролетать потому что ну да не так просто все это нужно много скоростей набирать да направо-то налево ну это что первое прохождение у него наверное да нет наверное не первое он даже по моему не подумал заворачивать направо ну может быть не первое ну выкудри эти рампы вообще наверное жесть а я не понимаю зачем он прыгает ну как бы там не надо прыгать просто блин по слику катишься и все и он подлетает потом ну да рампы же сиковые если бы он не нажал прыжок он бы долетел наверное вот вот таким вот образом и здесь тоже самое да тебя услышал ну да здесь нужно прямо точно переземляться перед перед рампой чтобы залететь наверх ну тут на самом деле не ясно почему димонор такую демку отправил как то вроде бы карта хорошая и как раз да это это не первое потому что он видит ну как бы знает где рокет лежит как туда прыгать ну да он как бы все вроде знает но почему-то это обратно решил попрыгать он не знал по поводу верхнего ракета обходил назад как я в самом начале тоже пытался проходить а не долетел но зато можно опасть падай куда зачем сейчас упадем о это такое как будто не случайно опять не долетел но о о нежели да вот вам и 225 красавчик димонов ничего не скажешь так ну чтож теперь демка на больше чем на минуту быстрее атфеeten с за 1 19 посмотрим play давай фиос покажи нам как надо покажи диму нору как надо играть неплохой халбит рокет сразу без пышка взял подобрал патроны и собственно как я в первый раз два два раза подобрал скорость чтобы сохранилась если там подбираешь там он не обязательно пролетать эти да 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 идея хорошая принципе сообразим очень даже хорош не привел на слюки все правильно принципе проходит проходит как проходит проходит хорошо покажу по прыжкам нормально попал да никаких пока ошибок особо не было капну не то что даже особо еще принципе ошибок пока нет писька вам проходит своим четким путем через верх с подбором и патронов на 50 хп мог бы сразу в бюджете пробить хорошо так ну что следующая демка куджа моши 102 быстрее еще на 20 секунд 17 все равно намного быстрее уже близко к топу почти без минуты посмотрим плей ну да куджу моши в принципе должен показывать достаточно высокий уровень я думаю не попали ко мне с последним рокетом прыгал неплохо неплохо да и рстрейт вроде неплохо 1060 все-таки пролетел вовсе для все что можно да мне показалось в один вид что надо было левее прыгать чтобы потом максимально скорости да 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 но стрейф неплох в принципе здесь два шага сделано ладно с падение решил старых вам проходить через правую дырочку не решился он сразу прыгать туда на той рампе ну может как-то даже не знал а может и знал может у него не всегда получалось чуть-чуть зацепился за это 49 хп 2 хп осталось на грани о и прям вот за краешек вот залететь бы также да вот вот именно финиш у него очень хорошо получился так ну чтож дальше winter быстрее на секунду почти посмотрим 108 40 плей однополченец жаль не всегда можно от него даньки у него очень даже четко все да тоже не знал пара кнопочки точнее лампочки по которым можно прыгать стрейк принципе неплохо получался тысяча 1100 после 20 после последнего лишний прыжок сделал можно было пешочком просто пройтись наверное хотя не верю принципе по стрейфы тоже здесь нормально нас тут нас лики да мало чем можно сказать делал джамп не за крышка тоже с правой дырочкой с правым окном да но весьма чуть-чуть медленнее телепорт а он дал не знал про верх тем не менее прошел быстрее и финиш еще быстрее на 500 миллисекунд играл россия плей него но топ-3 поздравляем который мне кажется играл и занял топ-3 это очень захватно да это тот самый игл наверное я не знаю кого ты имеешь ввиду но старый игл когда времена агрессора были может быть в принципе добротно пролетел шаган хороший стрейк хорошо сохранил скорость после первой рампы но тут больше то наверно все таки первая рампа играет роль потому что все остальные капли все равно прошу тоже через правое окно тоже через телепорт но как бы если не знаешь про верхний рокет то таким образом получается быстрее ну да еле 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 залетел на финиш его хорошо кстати получим в интерпол а или скорее всего эти 500 он убежал на шатгане потому что там несколько больше кажется сейчас не скажу где именно надо смотреть по чекам ладно далее топ-2 кет из венгрии на венгрии 58 2 посмотрим play быстрее на 2 секунды на 3 до на 3 на 3 секунды посмотрим как он проходил мукет уже точно топ кабы это уже топ-2 с чем его поздравляем вот он прыгал с последнего пада немножко проиграл мне из-за того что ракет использовал медленнее здесь почти головой ударился и лишний прыжок делал да но это много потерял кстати мог больше скорости сохранить на ожидание здесь можно было более угол брать посоль 3 до чтобы больше скорости было на старом стыке по прыжкам у нее здесь принципе отлично головой стукался пролетал через окошко и под прям уроки там в уголок да ну в ку-3 если вот такой роут в ку-3 это очень хорошо сложно а он конец запорол а могло быть 57 5 примерно может быть так запорол на если влетел может быть дабы чуть быстрее так но и топ топ-1 ку-3 зарулил обогнал где-то который запорол финиш не переделал да посмотрим play в принципе так у меня неплохо пройденная больше чем на 2 секунды его перебил куча зрителя вот и кет кстати да то есть вот здесь я прыгал по этим маленьким лампочкам коробки то уже делал куда надо стрейф здесь старался побольше набрать халби там здесь тяжело почти 1200 вот я приземлился сразу на плазму принципе мне здесь неплохо было скорость вот прижимался налево потом направо на слике старался чтобы скорость сохранить да но слик самый лучший у тебя есть в ку-3 принципе то ну видно что скорости больше там даже если банально на 40 куб с это все равно имеет значение тут получилось правильно по стрейфу тоже через окошко прилетел к рокета а так даже побыстрее наверно через машину 47 хп после же 5 оставалось и финиш и вот на плюс секунду стиха ну что давайте смотреть теперь демки это у нас более динамичная такая категория посмотрим что тут нам придумали начнем с cx евро деда да вроде он 112 cpm play из америки уже из америки но он русский как и из америки новичок смотри да он тоже из лампу я честно даже не жена от стенки кстати же делал не как все теперь намного проще здесь рулить этим р стрейфом скорость вообще мало вообще набирал только право влево кнопочки тыков угол до угол угол 73 градуса на 72 оставить уже сидеть уже простить ну ему как новичку кого простить на принципе отсутствие набора скорости на там но тарь стрейфом куда он проходил вот он как в кудре проходил с подлётами о интересно использовал скалу что это хотел я не понял что это было забыл куда прыгать что ли через забор по ходу по поводу вверх он не знал проходим просто по низу ну и чтобы наверняка решил что вот так вот будет это получше ну и собственно вот его и результат его стараний один 12 так ну что следующий криворуков 16 быстрее на 4 секунды посмотрим play эстоний из эстонский брат интересный скалу города но он русский как лампочки и использовал рокер на последнем баде взял на трон и взял есть я пробовал кстати с хиста сразу пытаться типа в полете брать есть и тут же лететь вперед но к сожалению хист кончается прямо когда плазм выбираешь не успеваешь добежать и его использовать на стенке неплохой такой слик очень даже очень даже кошек вам дара здесь долл джампу нужен был необходимо хоть чтобы долететь как-нибудь взял уроки и знала верхи да он знал о верхе взял еще один рокет но не знал о рампе о том что с рампа можно наверно либо может быть не получалось как он как он прыгал очень в окошко чтобы хп сохранить мог бы кстати не бежать не подбирать хпс рокета мог бы сразу в окошко попытаться к этому к бфге было бы быстрее нам надо да ну не столь опытным игрокам это не сложно это вас на я по себе помню просто что вот такие вот моменты где надо допустим определенный угол выдерживать выстрелы чтобы не потерять много фп но определенное количество это очень сложно потому что ты много контролируешь еще в принципе происходящее далее кто там у нас 50 а нет 55 и 5 от 5 5 dream dream россия смотрим play 55 и 6 да сейчас демка должна быть на 15 секунд почти 13 быстрее классный сергал прыгал попадан лампочки видимо не знал кстати достаточно быстро развернулся и старался стрейфить полете в принципе так надо максимум скорости пытался набирать последний момент для себя он выстрел тоже в этот момент понимал что надо чем выше тем лучше и сразу прям куда надо да ну как и у криворуков лучше получить хотя он криворуков подбирала рокер да тоже знал о верхе и как он действовал тут то есть тут он по бортикам надо и нали а не брал хп 40 до полового 50 хп из трех ракет на финиш 55 вот дальше кто у нас там куджимоши 46 и 4 быстрее на 9 секунд на 9 секунд только подумай да посмотрим play уже вот это быстрые таймы должны быть 46 44 как раз с тобой на сервине вот с тебя наверно слезал да с первого уроки заделал рж пытался максимум набирать в полете тоже понимал что надо по своим местам стрелять в принципе хорошо подобрал и иначе сразу прям по приземлению немножко стрелять частью но именно сам момент когда серкала делать немножко он без прыжка он просто со стрелять упадал 10 трех прыжков но взлетел и уже сыграл с машины дабл джампом прыгал да и финиш 64 ну взлетел отлично но к сожалению не высота была точнее вот из-за того что финиш на на полу он финишировал там через какое-то время ну да то есть пока он наберет высоту это вот сам как а потом да потом падать да и если бы него чуть-чуть была другая траектория он бы быстрее сделано на пол секунды точно ну что ж дальше бригант 45 и 7 обошел куджа машина сколько там почти на секунду на 06 07 посмотрим тогда play молодец бриган прям растет использовал лампочки уже с первого пада тоже падал сразу вниз не прыгал на пришлось тормозить если бы чаще попозже выстрел может и поменьше пришлось да да с подпрыгиванием на суши интересно он использовал стрейк чтобы сделать хороший типа серку очень интерес и без дабл джампа на куртку слушай ну классно классно пошел красави и финиш очень неплохо получился прям очень хорошо прям не знаю захвалили правда это хорошо пошел без ошибок за что тебе отдельный плюсик от нас центром далее топ-3 avenger или avenger не знаю какого посмотрим вроде play 43 и ноль уже прям почти на 3 секунды да уже прям тырк к току к энтеру в спину прям дышит топ-3 поздравляем вроде с топ-3 если ты это смотришь выстрелов сразу с приземлений а точнее с второго пада стрейк набирается и посильнее 180 сразу приземление начинается плазмить отлично сожжение из-за стрейфа он 0-4 мне немножко проиграл 0-4 да по прыжкам да за скеймл отлично но проходи они до рампа вот дабл джампа кстати по прыжкам здесь у него и вот прям очень очень неплохо низко если быть чуть чуть ниже могу заступить еще там на 3 срезать и все-таки мне кажется где последний рокет стреляешь вот когда в окно первое влетаешь где бы фигу дают мне кажется там если скимить угол и стрелять об стену то есть с этого же портика мне кажется там много можно сэкономить сейчас какое окно проекты про что сейчас ну про финиш при финиш сам ты когда ты ромбитом стреляешь в окно он все стреляли от пола канал снизу сам мне кажется ты предлагаешь в полете прям сразу в угол в этот прям сразу как только подбираешь бы фигу стрелять ей в стенку я не пробовал прикинь ты делаешь rg пола влетаешь в этот ворот но как и в этот же пролет в стенку попробоваться в фигу всадить я не пробовал так не мы не стенку пролет в боковую стенку ребята мне кажется равно это так ничего интересного не будет лид юкей соединенные штаты 42 и 4 play это великобритания вроде united kingdom объем на королевство да это не соединенные штаты да 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 это не эсэй есть это да да это великобритания вроде да или англия точно да не не англия это ингель эээ и вот в самом низу стрелял ой я там дисконект да минус 0 3 к сожалению все же потерял на страйфе с прыжка делал 1400 1670 офигеть у него скорость было здесь он к сожалению не скинул но из большой скорости у него там так так же как у меня получился он здесь делал на на прыжок меньше даже 04 и вот прям ультра класс да вот финиш у него прям отлично получился не то что например меня да сейчас я случайно ткнул промахнулся мимо себя сейчас еще раз эй 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 так хорошо начнем после моя дымка play за 1 на 300 побыстрее чем у интера топ-1 карты в обе физиках побыстрее чем у лита прыгал по как раз по этим кошкам очень хорошо кстати ржи сделал очень классную скорость себе оставил подскажем 1250 по скорости сразу начал позвить хороший слик ну enter не может без хорошего стика 1600 принципе я здесь тормозил чтобы по прыжкам соски мить но это внутри сэкономился но на этом получается здесь я делал два прыжка дабл джон вот-вот я про это то есть можно было мне кажется вот и 41 7 чего я запорол я идеально финишировал чего ты видишь по высоте я я поднялся наверх и тут же приземлился я даже не не шагал ничего то есть и что финиш на полу они в стене он прямо на полу он прямо на полу ну в этом скилл хорошо 0.5 если бы я влетел туда не был бы точно такой же тайм я на тут же самую высоту подлетел бы и точно так же бы приземлился ну ладно я не буду спорить в общем то мне кажется реально реально одну вещь сделать вот заскинуть в конце угол как ты это сделал да ну ты же смотришь да да как медленно прыгает классно сделал на но низко получилось полететь с него прям идеально ты прям четко здесь я долго кстати мучился как по можно быстрее это пройти к сожалению так не нашел может можно было как-нибудь там по каким-нибудь скалам попрыгать не получилось но это для бота задачу надо принципе хорошую серку на 559 но там я не старался сделать главное допадать допрыгнуть здесь я тормозил то что по спейсингу ровно попадать вот сюда здесь получился скин тысячи пятьсот почти 1600 после него была скорость вот здесь чем здесь дабл джамп с поворотом дабл джамп заворот налево кстати вот чтобы стенки от же делать вот мне кажется здесь можно было бы раз два три и вот смотри по высоте я подлетаю вверх и падаю вниз и финиширую как бы если бы я влетел в проход ничего бы не поменялось но самый быстрый финиш да он прям низко низко пролетел и очень хорошо там нужно как бы первыми двумя выстрелами передавать себе вертикальную скорость а потом уже только горизонтально последний ну примерно так если ты делаешь больше вертикально тебя мало будет результирующие ну надо идеальную там середину в углах искать на этом все правильно в принципе сделал кто хочет может изучить его да ну там на самом деле очень сложно тем более в такие небольшой пролет надо попасть и стреляешь ты куда-то в стену на в общем да да еще зеркалью что дырочки вот ну в общем вот такой а надо альтабница показать браузер мой показать то что вот здесь есть результаты на карте от ника то что вот 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 здесь их можно скачать если кто-то хочет всего один комментарий на данный момент стартовал новый competition на карте люси овчаркин без овчаркин ладно это у него логин такой по моему без согласно вот карта от люси там есть плазмы рокеты гранаты правда не сильно вязаются но они есть неплохая карта играйте присылайте потом демки смотреть да там тоже много очень много-много вариаций прохождений от нубского до про ну вот присылайте демки всем удачи тогда на всем спасибо всем пока всем пока